Вот очень интересный комментарий на видео, что выбираем, лечение или здоровый образ жизни. Вот мы его немножечко разберем, разберем более подробно. В молодости по вашей методике голодала, нажила от этого камни в печени. Так, я только что вам рассказывал о голодании, значит, каждое вот голодание это как-то понимает по-своему. Вроде как говорится, по моей методике. Моя методика в чем она заключается? Моя методика классическая. Вы начинаете с одного дня голодания на воде и потом, как бы сказать, голодаете раз в недельку. То есть, это классика. Изучайте свой организм на выходе, на входе и так далее, тому подобное. Так, нажила камнем в печени. Ага. Лечилась очищением печени маслом лимоном. Камней появилось еще больше. Видите, лечилась. Ага. Даже как-то мне вот странно это слышат. Лечилась очищением печени маслом лимоном, а камней появилось еще больше. В общем, насколько я понимаю, вот когда спрашивают, а камни все валят, валят и валят, на вот это вот камнеобразование влияет, влияет питание. То есть, можно, грубо говоря, поголодать по методике, а потом выйти по своей методике. Ну, как вот ребята там, они все это придумывают. И соком опиться, и конфетами объеться, и еще там чего-то. И потом все это приводит к таким вот вещам. А человек думает, вот это голод виноват, а вот этот вот Малахов, вот ваша методика, понимаете. Я уже сколько раз вам уже говорил, что практически ничего не надо придумать, уже все есть. Берете и следуете, но следуете потихонечку, изучая свой организм. Суточки голодания, как вы выходите. Далее, там через какое-то время, трое суточек, ага, как вы выходите, как вы реагируете, что вы питаетесь. Тут ничего этого нету. И человек вот, так сказать, вот предъява. Ваша методика. Дальше поехали, значит, с этим, появились ко мне еще больше, что касается чистки печени. Опять-таки, не моя методика. Ну, 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 нет у меня столько пядей во лбу, чтобы вот я мог придумать это. Уже это все было до меня. С лимоном и маслом. Лично для меня и для многих других методика прекрасно сработала. И голодание прекрасно сработало. Ну, ладно, пойдем дальше. Врач сказал, что если голодать, желчь застаивается. Врач сказал, врач сказал, вот, врач сказал. А что ж вы тогда, будем говорить, вот, врача не слушали? А почему, вот такой, знаете, первоначальный вопрос. А почему вы в молодости, вот, начали голодать, а потом обратились к врачу? Или вы сначала обратились к врачу, а потом решили там поголодать или еще? Вот врач сказал. Ну, вы обратились к врачу или нет? Вот что, что у вас там такое было, что вы начали голодать? Вообще-то, вообще-то. Вот такой интересный вопрос. Так что, если вы увидите вот этот вот комментарий, ну, ответьте на него так. Для интереса, чтобы, знаете, тема как-то была более ясная, о чем мы будем говорить. Значит, врач сказал, если голодать, желчь застаивается и трондец. Вот желчь застаивается и все. Камни. Это его мнение. Насколько многие из вас голодали, насколько я сам голодал, ничего там не застаивается. Все потихонечку выходит из организма. Потому что те вещества, которые образуются на голоде в организме, они циркулируют по крови. Кровь, значит, фильтруется, будем говорить, этим самым печенью. Возникает, образуется желчь, и эта желчь попадает в желчный пузырь, и потихонечку, она не застаивается, потихонечку она выходит. Поэтому делаем мы с вами клизмы. И какую мы воду видим? Мы видим, что чистую воду нет, как правило, она крашена вот такой вот желчный цвет. Ну, это так. Рассказываю так. Масло постное с лимона, то же самое, камни. Масло постное с лимоном, то же самое, камни. Масло и лимон, когда используется, то что получается? Это желчегонное средство, которое как раз, вот откуда человек видит вот эти вот камни. Камни это он видит в результате того, что у него, у этого человека имеется какой-то застой в желчи, раз. Фу ты в желчи, в печени, раз. У него имеется неправильное питание, два, что служит камнеобразованием. Не сама очистка. Сама очистка является желчегонным эффектом. Что было, она выбросила, и всё. Всё, дальше, дальше. Желчь опять по каким-то причинам она сгущается, если будем говорить, вот камни образуются. А как правило, это зависит от питания и, должен сказать, от какого-то эмоционального потрясения. Возможно, знаете, вот что там ещё, камни в печени и так далее, возможно, имелся запор. Об этом ничего не сказано, что был запор. А вот если сейчас вот всё это расскажут, так честно и откровенно, знаете, ничего, вот как бы сказать, не привнося своего, без всяких обид и так далее. Вот просто, для истины, скорее всего, был запор, который и гнал эти камни. И пока вы его не ликвидируете, этот запор, у вас голод будет усугублять этот запор. Чистка печень, ну что-то там выкинет, а потом всё, опять это образуется. То есть, вот такое, знаете, вот, как бы сказать, ну не хочу сказать, я так понимаю, что это не предъява, а вот, ну, вот такой вот опыт. Ну вот этот опыт очень важно для себя разъяснить. Самому себе, а почему же у меня вот это не удалось. Так, и дальше написано. Испытано на себе. Вот, а у меня испытано на себе совершенно иное. И многие другие тоже скажут, что испытанность на себе нечто другое. Если, будем говорить, мы берём вот какую-то там часть, а смотрите, в данном случае из всего жизненного цикла данного человека выхвачены две вещи, это голодание и чистка, значит, печени. А всё остальное, всё остальное, которое ведёт к этому камнеобразованию и прочее, 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 ничего не указано. И я на 300% уверен и знаю, что если изменить вот то, о чём не указано, то не надо ни голодать, ни печень чистить, не будет никаких камней, будет прекрасно всё это работает. Так, ваши книги читала молодая? Ну, читала, ну, читала, ну, читала, да. Спасибо. Пожалуйста. Пить мочу помогает, но не панацея. Вот, вот и всё. Вот такая вот. Так, и так как это комментарии, что выбираем лечение или здоровый образ жизни, я написал, и на чём вы остановились? Ну, вот, более подробно, развернуто, немножко напишите. Если вы для себя хотите понять какую-то истину. И что я хочу ещё сказать? Знаете, вот мы видим богатых, успешных людей, там, по телевизору и так далее, и тому подобное. И даже пытаемся, там, что-то им подражать, как-то стать, но что-то не у всех получается. Ну, вот не у всех получается. Вот мы на чём-то там остановились на таком. То же самое, то же самое в оздоровлении. Для того, чтобы вы получили то, что хотите, надо не читать, а надо на основании книг изучать свой организм. Да почему ж он, в конце концов, тут как какая-то камнедробильная машина работает? Откуда берутся такие камни? Вот вопрос. Откуда берутся эти камни? Не голодание тут их, оно наоборот их рассасывает, выводит. Не чистка печени, оно уж направлено на то, чтобы это всё вывести. Откуда берутся эти камни? И даже я кое-что рассказывал на эту тему. Вот для себя, не для галочки, не для врача и так далее. Допустим, спросили, грубо говоря, у врача он вот так ответил, у меня там я, допустим, так ответил. А в конце концов, вы как были там больным человеком, так и остаётесь. Так что надо сделать? Вот что надо сделать для того, чтобы стать здоровым? Вот этот вопрос, вот этот вопрос. Очень важно задать себе и разрешить его. А так в молодости. Если бы молодость знала, если бы старость могла... Продолжение следует...